Всем привет, ребятки! У микрофона Игроматор. Решил тут вспомнить одну уже старенькую достаточно игрушку. Даже не могу поверить, что я уже называю её старенькой, потому что... Как сейчас помню, что я эту игру покупал в лицензионном магазине с лицензионными дисками. Тогда не было интернета. Да, ребятки, это GTA 4. И почему я решил сделать видос именно по этой игре? Всё потому, что как-то на меня нахлынули такие ностальгические воспоминания о тех временах, когда я играл именно в эту игру. Вообще, с серией игр GTA я познакомился ещё на PlayStation 1, играя в GTA 2. Там вид сверху, кто-то помнит. Потом у нас появился компьютер. Мы с братом купили компьютер. Точнее, не мы с братом, а мой брат купил компьютер. И первая игра, которую я тогда установил, именно этой серии игр, был GTA San Andreas. Я его почти полностью прошёл, даже почти на 100%. Заморачивался там с всякими плюшками, которые надо было собирать. Я уже не помню, что там надо было собирать. Да, помню, такие времена были, когда я, будучи школьником, сидел и, как так сказать, говорят, задрачивал в GTA San Andreas. В общем, собирал всё, что там можно, проходил всё, что можно. Ну, время шло, конечно же. И вот анонсировали GTA 4. О, это был вообще эпик. Сразу новый движок и всё остальное. Тогда, конечно, компы были не такие, как сейчас. Кстати, вот насчёт оптимизации и всего остального. Вот я сколько раз пытался записывать видос этот, у меня игра, к сожалению, даже иногда крашилась. Я не знаю, почему. Видимо, всё-таки сказывается из оптимизации GTA 4. Не знаю, почему. У меня даже был такой баг, что прохожих вообще не было. И, главное, героя не было видно. Я не знаю, что с чём это связано. Настройки, конечно же, уже все по максимуму. Потому что сейчас железо уже намного круче. Вот. Так вот, на чём остановился. Тогда вышло GTA 4. И, конечно же, не было у всех мощных компьютеров. Ну, на то время, когда я себе впервые собирал компьютер. Это в 2009 году у меня появился компьютер. Ну, именно мой. Когда, ну, уже, так сказать, состоятельно начал зарабатывать деньги. Уже не ссылаясь на родителей и всё остальное. Вот. И тогда я начал собирать компьютер. Тогда была в то время, наверное, я не знаю, топовая или не топовая. GTX. Подождите, нет, подождите. Не GTX. GeForce 9800 GTX+. Тогда была видюха такая. Это был 2008 год, наверное, или 2009. Я уже не помню. По-моему, 2009 даже. В 2009 году собирал компьютер. Вот. Тогда было, конечно, всё лагало жёстко. Игра, на самом деле, требует больше гига видеопамяти. Ну, тогда, конечно же, разрешение экрана было далеко не 4К у всех. И Full HD далеко не у всех было. Ну, Full HD-то, наверное, было как сейчас 4К. Потому что, ну, Full HD тоже уже начинает устаревать со временем. Ну, я думаю, лет 5, даже не 5, года 3, может, уже и будет 4К больше повсеместно. Потому что сейчас новые видеокарты делаются именно по 4К. Я вот иду по городу, да, и, ну, как бы, разговариваю. Потому что, если я сейчас сяду в машину, я обязательно куда-нибудь врежусь. Ну, в принципе, это понятно. Это видос не обзор GTA. Это именно, вот, не знаю, воспоминания мои, как вот я когда-то играл в это. Мои ощущения, когда вот я запускал. Мне вот, знаете, что тогда больше всего нравилось в GTA? Повреждение машин. Даже сейчас, будучи... Точнее, не будучи, а имея GTA 5... Так, давайте мы... Как мне радио выключим, чтобы оно не мешало нам? Имея GTA 5, все-таки физика машин, именно повреждение, вот. Я имею в виду, вот, повреждение машины, вот, если в бочину удариться в машину, или там еще куда-нибудь, все-таки она более такая вот мягкая. Ну, как мягкая? Машины менее жучие в GTA 4, чем в GTA 5. Ну, в принципе, об этом разработчики-то и говорили. Где-то, по-моему, я вычитывал на каком-то сайте. Давайте сейчас впишемся куда-нибудь, не знаю. Кстати, трафика много стало. Блин, как вот... Я как вспомню те времена, когда у всех были тогда двухъядерные процессоры, да? У меня, по-моему, тоже тогда был двухъядерный процессор. Как оно все жестко лагало, выходя из города, вот именно здесь, где вот движуха основная. Как оно жестко все лагало. Вот, смотрите, врезался в бок, да? И видно, что вот вмятина, все вот это вот... Конечно... Ну-ка, иди-ка сюда, дядя. Давай-ка, выгоним его. Некоторые фишки, которые в GTA 4 были... Эй, ты что, копам звонишь? Ну-ка, замочимся. Так вот, некоторые фишки, которые в GTA 4 были, они не появились в GTA 5, к сожалению. Я не знаю, почему. Некоторые такие вот... Эй, ты что? На-ка тебе. Так, как-то тут можно там круто... О! Да, можно тут всякие... По шарам. По шарам чувак утал. Так вот, некоторых фишек почему-то не реализовано в GTA 5. Ну, все понятно, как бы, игра создавалась с учетом на старые консоли. То есть, ограниченность PlayStation 3, тем более, такие здоровые были локации. Точнее, не были, а есть. Почему были? Я не знаю, почему были, я говорю. Вот. Но, конечно же, мы тогда облизывались тем, у кого были консоли, и те, кто играл без лагов. Хоть и не на Full HD тогда, по-моему, шли игры, а на 720p. Так вот, о повреждениях. Я же, это, хочу машину разбить, все, я не могу никак разбить. Повреждения в машинах, конечно, мне в GTA 4, ну, не то, что больше нравятся. Они как-то, как-то, я не знаю. Вот, смотрите, вот я вот ударил с обочиной, да, вот именно вот в этой части видно, что он, ну, то есть, тут, не знаю, как-то объяснить. Как бы тут видно, что вмятина, да, то есть, тем ударом, тем местом, которым я ударился, видно вмятина. Но, к сожалению, ничего не отваливается. Вот в GTA 5 сделали, интересно то, что отваливается некоторой части у машины, там, бампера, там, все остальное. Тут, по-моему, только бампера отваливается, вот я не помню, если честно. Вот. Да, это был, конечно, эпик с машинами, конечно, в то время, блин, 2009 год, это, вот, не знаю, я, может, когда-нибудь сделаю видос, в котором я рассказываю о играх, где самые лучшие повреждения в машинах, ну, которые, на мой взгляд, я не буду там брать какие-то игры, которые, ну, действительно, где есть повреждения машин, которые там, может, популярные, да. Именно те игры, в которые я играл, да, и которые я вообще считаю самыми лучшими играми, где повреждение машин. Вот. Что касается, вот, стрельбы и всего остального, вот, знаете, что, мне вот туда нравилось в то время, это тоже был прорыв. Давайте тачку угоним полицейских. Получится у меня, нет? Да, угоним сейчас. Мне нравилось тогда то, что на машинах остаются дырки от пуль, тогда вот это был, конечно, прорыв в играх. И уже потом начали уже делать всякие, там, Watch Dogs, там, всякие, не знаю, еще что-то. А, подождите, в Mafia, в первой, по-моему, тоже были дырки от пуль. Да-да-да, первая игра, по-моему, такая самая старая была, это, по-моему, Mafia первая. И заставались дырки от пуль на машинах. Ну, тогда Mafia первая, Mafia первая, сказал вроде бы, да? Тогда Mafia первая, это была, конечно же, ну, старенькая, да, по сравнению, по... Если сравнивать графику, вот. Тогда это было, конечно, эпик. Вот, дырки от пуль. И вот, что интересно, вот в GTA 5 сделали, да? То есть они немножко переделали... Переделали эффекты разбития стекол. Допустим, сейчас вот, я не знаю, у меня там чуть-чуть есть патронов, да? Давайте-ка сейчас попробуем расстрелять машину. У меня там чуть-чуть буквально есть... Ой, что-то... Кто там? О, давайте с копами повоюем чуть-чуть. Один коп был? О, смотрите, вообще класс. Вот, реально круто. Такая дробь, да? Офигеть. Вот, блин, даже сейчас это круто выглядит. Ну, конечно, GTA 5 тоже... Пришла с этим... С дырками от пули, от машины, да, всё. Но, блин, 2009 год, это... Не знаю, это... Это были, конечно, ощущения просто офигенные. Кстати, если вы ещё до сих пор смотрите это видео... Играю сейчас без каких-либо модов. Вот, именно просто вот игра лицензионная в Стиме. Вот. Без каких-либо модов графических. Чисто вот игра, как задуман разработчиками. Без ничего. Так, а у меня ещё оружие... А, у меня ничего нету больше. А почему я патроны не взял бы? У меня уже три звезды, офигеть. Давайте немножко заварушку сделаем, поиграем. Такого небольшого экшена сделаем. Вот. Конечно же, был тогда прорыв в технологии. Вообще, GTA, ну, Rockstar, они делают игры именно наперёд. Они, вот, как-то не знаю. Ну, GTA 5, она как бы не сильно ушла от... В техническом плане от GTA 4. Ну, правда, там поменяли освещение, всё остальное такое. Там, ну, больше детализация оружия стала лучше, да. То есть, теперь можно увидеть, как персонажа в оружии, там, затвор дёргается, там, обойму он меняет. То есть, видно анимации, всё вот это вот. Вот в GTA 6, если, ну, когда-нибудь выйдет, ну, я не думаю, что на GTA 5 всё остановится. GTA 6 100% появится, только непонятно когда. Я думаю, что они всё это переделывают. Они переделывают анимации, скорее всего. Какие-то что-то будут новое добавлять, что-то, не знаю. Ну, будет много чего интересного. Вот. Так что, ну, как бы в таком плане... Давайте ещё нарвёмся. Куда вы поехали? Иди сюда. Надо нарваться на копов. Чё, с ними повоевать. Так что, в плане графики, всего технологии, я думаю, GTA нас удивят в 6 части. У меня даже пистолета нет. А чё, у меня пистолета нет? Как-то, я не знаю, я как-то быстро от них ухожу, даже в начале игры. Кстати, это начало игры, вообще ничего не открывал, ни телефонов. Одна миссия от Романа, да? Надо пистолет. Где, где ещё один? О, пистолет, пистолет. И вот, кстати, классно сделали здесь, когда у персонажа кончаются патроны. Он выкидывает оружие. Вот это вот реально круто сделали. Ну, естественно, что... GTA 4 больше была такая на реализм, да? Что больше такой... С реальностью связано. Вот именно многим она не понравилась. Не знаю, мне, как бы, GTA 4 до сих пор нравится. Я, по-моему, даже эпизоды не проходил. Вот, кстати, если у вас есть желание, сразу же пишите в комментариях под этим видео. Ну, если, конечно же, вы досмотрите это видео до конца. Пишите в комментариях, если захотите. Я, может, даже сделаю стримы по GTA 4. Именно по прохождению. Потому что я, если честно, хотел бы пройти её заново. Вспомнить те времена. Вот. Но если возвращаться... Как выключить? Как это выключить? Это сваливать? Эээ, свалю. У меня одна обойма, офигеть. Надо что-нибудь другую машину взять. Вот. Так что, если захотите, сделаем стримчик по GTA 4. Ну, там, не знаю, если... Может, попроходим эпизоды, там, не знаю, что-нибудь. Но хотелось бы, конечно, пройти сначала четвёртую GTA. Но это, конечно же, зависит всё от вашего желания. Я, как бы, сильно... Ну, сам для себя проходить не хочу. Вот именно, если вы хотите посмотреть, я, может, даже сделаю стрим. Вот. Но пока, вроде бы, игра не вылетает. Это хорошо. Хорошо, потому что я, как говорил в начале видео, что у меня почему-то вылетала GTA. Вот. Да, ну, тут интересно даже до сих пор воевать с копами, да? Прикольно. Всё так интересно сделано. Вот. Давайте обстреляем его так. Как гангстер, да? А тогда можно было стрелять в разные стороны с машины. Это тоже был прорыв в то время. Потому что в San Andreas, насколько я помню, можно было стрелять только влево и вправо. И это, конечно же, было не очень удобно. Всё, у меня патроны кончились. Конечно же, ещё больше всего подогрел интерес к этой игре. Это, конечно же, владелосток ФМ, да? С русскими станциями, с говорящими пешеходами в Бохане, да? Это, конечно, всё было круто. Я вот играю сейчас... О, смотри, чувак загорелся. Офигеть. Я забыл про это. Вот. Конечно же, было тогда это всё круто. Всё это, конечно, интересно выглядело. В общем, ребятки, я не знаю, это такой был небольшой обзор. Я даже не знаю, сколько его записываю. На время я не посмотрел, потому что, играя в GTA 4, время летит... Играя вообще в GTA, время пролетает просто незаметно. Вот. Такой вот небольшой ностальгический обзор. Не знаю, всё ли я сказал, что хотел. Поэтому, если вы хотите, сделаем стримы по этой игре. Поиграем, повспоминаем. Конечно же, было бы прикольно. В San Andreas я думал сначала в San Andreas поиграть, но потом понял, что в San Andreas это как бы, да, уже... О, машина стоит. Смотрите, полицейская, прикольно. Давайте угоним. Интересно. Что это такое? Давайте угоним. У меня как раз оружие появится. Да, никогда не закончится эта GTA, никогда не закончится эта игра. Потому что это, да, это... У меня патронов нет. Как мне выехать отсюда? Ну-ка, валя отсюда нафиг. Блин, ну это я как ребёнок сейчас радуюсь. Потому что это GTA 4, это вообще GTA. Как выйти отсюда? Я хочу видос за... Да ёппер СТ, дай мне выехать. Вот так вот. Вот так вот. На-ка тебе. Я хочу видео закончить. Мне не дают... Смотрите, коп приехал. Пошли нафиг. Ааа, я не хочу умирать. Ааа, собаки убили. Ладно, ребятки, давайте заканчивать этом видос. Не умею заканчивать видосы, да, я знаю. Ну, так вот, как-то так. В общем, кому захочется, если вы до этого же момента досмотрели это видео, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы нашли это как-то в интернете, не знаю. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте там лайки, дизлайки. Не знаю, что хотите, то и ставьте. Это видео сугубо такого, ну, ностальгического характера. Вот. Если захотите стрим, я, может, даже сделаю опрос в группе ВКонтакте. По поводу стримов этой игры. Вот. Как бы, как-то так. Ну, в общем, на этой ноте прощаюсь. Комментируйте, что вы думаете о стриме по GTA 4 и эпизодам. Ну, до встречи на канале. Всем пока, удачи.